Приветствую всех моих подписчиков, друзей и зрителей, просто зашедших на мой канал, посмотреть мой очередной кулинарный ролик. Сегодня я буду готовить традиционное армянское блюдо под названием хашлама. Нам для него понадобится около килограмма говядины. Традиционно в этом блюде используется баранина, но в нашей семье баранину не все любят, поэтому я взял говядину, залил ее водой для того, чтобы белок в мясе впитал побольше жидкости, для чего я позже расскажу. Нам понадобится еще штучки 4 средних помидора, 2 морковки средние, 3 средние луковицы, 2 болгарских перца покрупнее, немного чеснока, около килограмма, может быть чуть больше картошки, зелени, зелени много, значит у меня здесь петрушка, кинза, укроп. Кроме того нам понадобится разумеется соль, вот у меня здесь замечательная смесь 5 перцев. Здесь у меня вовсе не секретный ингредиент, а баклажаны, нарезанные кольцами и где-то по 7-8 сантиметров толщиной. Залиты они у меня холодной водой с большим количеством соли для того, чтобы из них вышла горечь. Минут 25-30 их надо подержать в соленой воде. Я держу их под прессом небольшим. Кроме того, из специй мне понадобится сушеный тимьян, паприка молотая, ну и невзирая на то, что у меня используется кориандр зеленый, я еще буду использовать зерна молотые, душистый перец буду прямо горошком использовать, черный перец тоже горошком буду использовать. Ну вот, пожалуй, все. Ну и теперь приступаем к приготовлению хашламы. Итак, нарезаем кольцами помидоры толщиной где-то около 7-8 миллиметров, раза в два тоньше нарезаем кольцами же наш весь лук. Подготавливаем и нарезаем болгарский перец. Я нарубил мелко зелень, ее надо перемешать. Также нарезаем кольцами где-то толщиной около 6-7 миллиметров морковь. Ну и подготавливаем в ступе наш кориандр для того, чтобы его перемолоть. Остальное все у нас уже подготовлено. Мясо у нас нарезано, как я говорил. Жидкость соленую из баклажанов я вылил и прополоскал холодной водой два раза. Итак, дальше берем мы нашу замечательную большую кастрюлю. Итак, начинаем укладывать наши ингредиенты на дно. У меня 5-литровая кастрюля. Первым делом укладываю кольца помидора. Один слой плотненько. Вот примерно вот так. Следующим слоем у нас идет лучок. Где-то половину лука тоже. Так же, как и помидоров укладываем сверху равномерно. Затем кладем один слой мяса. Тоже равномерно раскладываем поверх овощей. Собственно говоря, у нас от того количества мяса, которое я подготовил, ровно один слой и получился. Далее все это надо посолить и поперчить. Берем нашу соль и солим мясо достаточно обильно. Ага, я еще забыл сказать, что вот в этой замечательной ступе я перемолол кориандр. Вот сейчас я его тоже сюда добавлю поверх мяса равномерно. Достаточно. Вот я поперчил, теперь добавляю сюда немного паприки сладкой. И, как я говорил уже, чуточку тиньяна. Достаточно. Дальше укладываем слой наших замечательных баклажанов. Кстати, если у вас есть стручковый перец, то можно его прямо целиком, не разрезая, положить поверх мяса. Аромат будет еще лучше. Вот баклажанов хватило ровно на один слой. Посыпаем это все обильно зеленью. Зелени у нас много, поэтому я ее не жалею. Вот где-то половина, даже чуть больше. Зелень я сверху посыпал. Дальше я укладываю морковь. Снова помидоры. Лука не жалеем, ибо блюдо это готовится в собственном соку. Никакой жидкости я сюда добавлять не буду. Та жидкость, которая будет выделяться из овощей и из мяса, будет служить основой бульона. Теперь сверху посыпаем болгарским перчиком равномерно и немного даже можно утрамбовать. Теперь немного еще можно посолить овощи. Еще немного киньянчика. Перчим его. Так как зеленого остричкового перца у нас нет, поэтому я не жалею молотого перца. Аромат будет. Ну и остриночка. Так как блюдо мясное, желательно остриночка. Так, теперь я вам показывал чеснок. Его я положил за 5 минут до готовности блюда. Чтобы он не превратился в кашу и не выпарились все его полезные вкусные свойства. Теперь оставшуюся зелень. Обильно посыпаем зеленью. И уже только сверху укладываем крупно нарезанный картофель. В общем, здесь нужно уложить пазлы примерно для того, чтобы картофеля поместилось как можно больше. Хотя, впрочем, его можно уложить и в два слоя. У меня его получилось чуточку больше, чем я рассчитывал. Но ничего страшного, картошки много не бывает. Все, теперь все это снова солим. В процессе приготовления количество соли можно будет потом подкорректировать. Сюда же немного добавляем паприки. для выселения аромата. И теперь, как я говорил, горошком и немного острого песка горошком. Ставим на плиту на средний огонь до того момента, пока не начнет выделяться сок из овощей и не будет слышен характерный звук кипения соков. Тогда ставим на еще меньший огонь и томим это блюдо не менее двух часов до готовности. Итак, наша кастрюля на плите. Закрываем ее крышкой. Теперь остается только ждать, когда приготовится. И, как я говорил, за пять минут до готовности я нарежу не мелко чеснок и добавлю в блюдо. Ждем готовности. Итак, друзья, кухня наполнилась такими ароматами, что аж слюни текут. Наше блюдо уже готовится добрых полтора часа. Посмотрите, сколько овощей выделили жидкости. И сейчас все они готовятся в собственном соку. Как я и говорил, за несколько минут, за пять, за семь минут до готовности блюда, до истечения установленного нами времени, добавляем туда нарезанный, не мелко нарезанный чеснок. Закрываем крышку для того, чтобы чеснок тоже распарился и дал свой аромат. Затем будем пробовать блюдо. Дождитесь конца ролика. Итак, друзья, наше блюдо готово. Можно будет положить тарелочку и попробовать. Сейчас мы это сделаем. Вы даже не представляете, какой сейчас аромат стоит у меня на кухне. Ну что ж, друзья, наше блюдо полностью готово. Я его посыпал зеленушечкой. У меня здесь базилик, укропчик и зеленый лучок. А сейчас я попробую, что получилось. Ароматы, конечно, здесь обалденные. Да, вкус просто непередаваемый. Советую вам приготовить это блюдо. Вы не пожалеете. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайки, если вам этот ролик понравился. Ну и делитесь со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок